Так, у нас сегодня завал аккумуляторов. Вот это у нас аккумулятор от гироскутера. Его чинили электрики. Он, видимо, был утонувший. Они все вот так вот пропаяли. Напоминаю, что паять аккумуляторы нельзя. Почему? Сейчас я вам покажу. Это аккумулятор, который был спаян полгода назад. И от того, что паяли припоем, вот это вот все и надо начало разъедать, ржаветь. Принесли вот такой интересный. Аккумулятор на 54 вольта. Куча-куча-куча. Огромная такая БМС-ка, куча аккумов. Здесь, походу, вообще все мертвое. Сейчас тоже буду поразванивать, проверять, что происходит. Аккумулятор от Сигвея. Был он вот так вот собран. Попала вода. Видно, что корродируют, гниют контакты, которые были приварены. А вот эти вот контакты кто-то уже припаивал, какой-то электрик. И здесь, к сожалению, попал флюс на контакты, на все. И они тоже начнут гнить, корродировать. Видно, что здесь уже ржавчина и окисление. То есть рано или поздно разрушится. Это будет очень опасно. Здесь стояли вот такие просто бумажки. Сейчас я их ставлю на место. Потому что это, если их не ставить, то может закоротить. Это очень опасно. И переверну. Вот. Так вот у нас выглядит аккумулятор в сборе. Здесь идет коррозия на контактах. То есть это все гниет. Две ячейки здесь были мертвые. То есть две ячейки я померил. Они мертвые. Их можно поменять. И стоимость ремонта аккумулятора будет всего стоимость двух ячеек. То есть рублей 200-250 за ячейку. Но проблема больше меня вот эта беспокоит. Здесь вот видно, что коррозия контактов. Здесь вот зелень. Здесь вот все гниет, все сыпется. То есть аккумулятор был конкретно залит водой. И если вот это сейчас сюда воткнуть и оставить, то, во-первых, оно сюда до конца не втыкается. Я уже его вставлял. Сейчас я попробую, может быть, еще раз ставить на камеру. Проблема в том, что все это очень опасно. Не буду я сейчас это делать. Гниет. Гниет провода, гниет аккумуляторы, гниют все соединительные вот эти вот элементы. Рано или поздно просто это может взорваться, загореться в любой момент. В квартире или внутри этого Сегвея. То есть это пожароопасно, и поэтому пользоваться таким аккумулятором больше нельзя. К сожалению, придется его разобрать и батарейки почистить, помыть и там фонарики использовать. Сам аккумулятор уже больше не пригоден к использованию техники.